Здравствуйте, друзья мои! С вами канал Простоучилка и я, Елена Владимировна. Сегодня я буду помогать родителям и ребятам проходить тему звукобуквенный разбор слова. За образец я взяла памятку из учебника Канакина-Горецкий. Это самый распространенный учебник по русскому языку. Мы сегодня с вами будем разбирать вот такое слово. В чем самый главный подвох? Вы, ребята, не очень умеете разбивать слово на звуки и пытаетесь разбить слово на буквы. А я вам сейчас покажу два способа, как можно разбить слово на звуки. Первый способ. Берем ножницы и режем наше слово. Смотрите, как я буду делать. Как я произношу слово «счастье»? Счастье. Режу на звуки. Щ-а-с-т-й-э. Порезала, получилось. А у кого так не получилось? Вот, родители, вспоминайте, мы с вами в детстве так играли. Брали магнитофон и ставили какую-нибудь запись на замедленное воспроизведение. Ребят, вы можете тоже такое сделать в компьютере, поставить какой-нибудь фильм или песню на замедленное воспроизведение. Тогда вот что получится. Сейчас немножко страшненько будет, но вы не бойтесь, зато понятно. Произношу «счастье» замедленно. «Счастье». Страшно, зато понятно. Получились вот какие звуки. Перепишу «щ». Знаю, что мягкое, потом объясню. «А», «С», «Т», «Е», «Э». И напишу, что это два слога, потому что «счастье». Хлопнули два раза. «Счастье». Два слога. А теперь нужно поставить ударение. «Счастье», 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 «счастье». Ударная звук «а». Теперь нужно переписать все буквы, начиная с маленькой «с», «столбик». А теперь давайте разбираться. Мы же не произносим «счастье», нет. У нас две буквы сливаются в один звук. Это звук «щ». Почему я уверена, что он мягкий? Вот таким апострофом, такой запятой наверху, мы обозначаем мягкость согласных. Потому что я в таблицу посмотрела, сейчас буду показывать. Сначала нужно определиться, согласный он или гласный. Петь можно? Гласный. Петь нельзя? Согласный. Пробуем петь. «щ». Это не пение, это шипение. Не поется, значит, с угол. Звонкий или глухой? Парный или не парный? Берем зеленую табличку. «щ». Где у нас «щ»? Вот «щ». Он глухой, не парный. Теперь смотрим по твердости и мягкости. Где «щ»? Вот «щ». Мягкий, не парный. Вот откуда я взяла, что около «щ». Всегда будет запятая наверху, всегда будет апостроф. Я знала, ребят. А вам вот эту таблицу я очень рекомендую выучить наизусть. Было бы очень славно. А так и перепишем «а». Надо понимать, можно петь или нет. Пробуем петь «а». Можно петь, следовательно, он гласно. А ведь на него еще и ударение упало. Значит, он еще и ударно. Ударный. Затем смотрим, как у нас вот эта буква будет. «щ». «С». Мягкая. Мягкий звук. Во-первых, он согласный, петь нельзя. «С». «С». Не поется. Пишем, что «сугл». Теперь по глухости и звонкости смотрим. Глухой или какой? О, видите? «С». Глухой. И еще и парный. По мягкости, твердости. Где «с». «С». Видите, мягкий. Поэтому пишем «мягко». Мягкий парный, товарищи. Вот. Мягкий парный. Дальше. «С». 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 Ну, во-первых, тоже петь нельзя. Поэтому «сугл». Глухой или звонкий? «С». Ну, глухой парный. Теперь мягкий или твердый? «С». 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 «Мягкий». Парный. Затем мягкий знак. Никакой звук не обозначает. Ставим прочерк. «Е». «Э». Разбиваем «Е» на два звука. Первый «Е». Второй «Э». «Е». Он всегда мягкий. Подсказываю. Он согласный, потому что петь нельзя. Смотрим «Е» по глухости и звонкости. «Е». «Е». Звонкий, не парный. Запишем. Смотрим «Э» по мягкости и твердости. «Е». Мягкий, не парный. Осталось «Э» разобраться. Во-первых, «Э-э-э-э-э-э». Можно петь поэтому гласно. «Безударный». «Безу...» «Безуд» или «безударный». Разобрали мы это слово. По образцу дописываем, что у нас 7 букв и 6 звуков. Все. Остались какие-то вопросы? Если у вас, обязательно пишите. Задавайте мне в комментариях под этим видео. Отвечу. Постараюсь на все. И если вам видео пригодилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Очень помогает развитию канала. А я с вами прощаюсь. С вами был канал «Простоучилка» и я, Елена Владимировна. И желаю вам удачи на контрольных экзаменах. Ни пуха, ни пера.